Здравствуйте, дорогие подписчики и зрители моего канала! Сегодня я делала бутылочки совсем простой-простой, прямо декор их. Для этого мне потребовались 6 бутылок, затем жидкие гвозди, у меня были квалити бесцветные, ацетон потребуется и аэрозольная краска в золотом и серебристом цвете. С бутылок я всегда снимаю этикетки, замачиваю в горячую воду где-то на час, может быть даже больше. Затем шпателем снимаю эти этикетки, и все, что остается на бутылках, там остатки клея, еще чего-то, я все это снимаю ацетоном, то есть все тщательно протираю. Жидкие гвозди, как я сказала, у меня уже бесцветные, вот две аэрозольные краски, цвет золота и серебро. Я взяла жидкие гвозди, то есть мне захотелось как-то задекорировать горлышко у бутылки, чтобы больше это было похоже на вазу. Я, значит, решила вот такие вот, как капли делать, да, сосульки ли из жидких гвоздей на горлышке, то есть какие-то длиннее, какие-то покороче, вот, чтобы немножко как бы убрать вот эти вот полоски на горлышке, чтобы сделать это горлышко не так похожим на бутылку, вот. Но, в принципе, можно было и таким горлышко оставить, а можно было взять джутовый шпагат, и джутовым шпагатом обмотать это горлышко, да, а потом покрасить краской. Но я вот что-то почему-то вот решила сделать это жидкими гвоздями. Ну, пришла вот такая вот идея. Видите, я сначала делаю длинные эти сосульки, потом между этими длинными сосульками сделаю еще короткие. Жидкие гвозди сохли где-то у меня сутки, то есть я думала, я приеду в сад, значит, с утра намажу это жидким клеем, да, эти сосульки сделаю, вот, и уже, значит, ближе к вечеру я смогу покрасить, ничего подобного. Вот, к вечеру они еще-таки были мягкие, то есть продавливались, и, естественно, я оставила до следующего дня покраску бутылок. Ну, вот так на каждую бутылочку наношу. С погодой прямо у нас на Урале повезло нам всем тут, наверное, недели полторы-две было тепло, прям до 20 градусов жара. Успели в саду все переделать. Вот, потом на следующий день я приехала и стала их окрашивать аэрозольной краской в золотой и в серебристый цвет. Почему я именно два цвета взяла, вы поймете, чуть позже у меня, значит, были такие вот штучки красивые, изогнутые всякие спиральки, и они у меня стояли в одной вазочке. Ну, и как бы на протяжении нескольких лет стояла, и мне захотелось что-то изменить, и вот такая вот идея пришла в голову, несколько взять бутылок и каждую красивую штучку в отдельную бутылочку поставить. Аэрозольная краска, кстати, на свежем воздухе сохнет очень быстро. Там, допустим, уже минут 30-40 прошло, я подошла, потрогала, все высохло, и упаковала все это, и забрала с собой домой. И покрывает краска очень хорошо, то есть ничего не просвечивает, на несколько слоев не надо это делать. Так красиво получается и в золоте, и в серебре, интересно. Бутылочка была оригинальная, прям такая уже с рисунком. Думала-думала, что с ней сделать, вот в итоге я ее и сделала. Как написано на аэрозоле, 20 сантиметров, по-моему, от изделия надо держать и распылять. Ну, перед этим краску, естественно, взболтать энергично, да, в течение там 30-40 секунд размешать краску. Ну вот, я бутылочки привезла домой, вот он деколь. Он уже со временем немножко запылился, сейчас я его просто покажу, как я буду вставлять, потом протру все это. Вот они, кстати, тоже и в золотом, и в серебристом цвете. То есть в золотые бутылки я буду ставить серебристый декор, а в серебряные бутылки золото. Видите, да, палочки длинные, вот, и я их сгибала. Сейчас я просто их так ставлю, на полочке они у меня не помещались, мне пришлось согнуть их. Ну, вот так у меня получилось. Очень даже симпатично. И, по крайней мере, мне это просто... В одной бутылке это стояло, как-то привычно, да, на протяжении нескольких лет. Сейчас мне больше нравится. Мне кажется, что интереснее, как-то оригинальнее. Вот такая красота у меня получилась. Просто, быстро, и ничего особо и не нужно было. То есть, можно сказать, опять из мусора все сделано. Спасибо всем большое за просмотр. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok